Антон «Надень ботинки» премьеру по таким названиям готовит камерный театр. Спектакль создан по мотивам рассказов Виктории Токаревой. Жанр определили как комедию-притчу, или как говорят здесь, на суд представят хронику неудавшегося самоубийства. Ой, на мой балкон соседний выпили лес и прыгнул здоровенный мужик. Это, наверное, вор. Он грабил соседнюю квартиру, неожиданно пришли хозяева, и он решил остаться незамеченным. Кто это? Вор или незадачливый герой-любовник? А может, маньяк-убийца? Что за мужчина, который перелез с соседнего балкона? И почему он мешает ей покончить жизнь самоубийством? Ведь она для себя все решила, перебрала много способов и захотела замерзнуть, облившись холодной водой. Что вы здесь делаете? А вы? Я хотел бы пройти через вашу квартиру на лестницу. Это возможно? Человеку нужно было пройти через квартиру для того, чтобы... Странная пара. Она в свадебном платье, он укутавшийся в одеяло. Начинаются приключения. Они вместе, чтобы спасти жизнь другого человека. И когда приходит помощь, об уходе из жизни и речи быть не может. История про то, что человеческий эгоизм опасен для жизни. И для меня самой эта история стала выходом из своего эгоизма. У Токарева этот вот ключ, который Игорь повернул, и этот замок открылся, и я поняла. Это вот такой инсайд. Знаете, иногда бывает, там, страдаешь много-много лет, а потом думаешь, а вот в чем дело. В Чебоксарские зрители уже знают Марию Мартынову по нескольким спектаклям. Выпускница Гетиса несколько лет проработала в театре имени Ермоловой в Москве. И сейчас по приглашению режиссера Игоря Милосердова играет в пьесах на сцене Камерного. В этой постановке, кстати, с ним вместе. Это истории двух людей, разворачивающиеся на фоне современной Москвы. Герои покажут, как фокус внимания, собственных забот переходит на проблемы другого человека. И свои уже перестают так сильно волновать. На зло бабушке отморожу уши, да, вот на зло что-то сделаю. Вот, там история, что молодой человек снял ботинки и пошел бусиком по снегу, вот его остановить было невозможно. Мы кричали, Антон, надень ботинки. Очень хочется сказать себе в этой жизни часто, Антон, надень ботинки и живи. Спектакль заявлен как комедия-притча, но на самом деле он шире. Это, конечно же, лирическая, романтическая история с доброй долей фарса, драмы и даже трэша. Артистам предстоит держать этот стиль, ритм, чтобы все нюансы смог прочувствовать и зритель. А вы уверены, что нужно спасать тех, кто пришел в негодность? Уверен! Лидия Галактенова, Михаил Солин, Вести, Чувашия.